Одна золотая, две серебряных и две бронзовых. Наши спортсмены поднимались на Олимп вторых европейских игр пять раз. Самым ярким триумфом мультиспортивного форума стала победа Ирины Курочкиной. Бобручанка завоевала золото турнира в борьбе среди женщин весовой категории до 57 килограммов. В финальной схватке она сражалась с болгаркой Мими Христовой. У соперницы не было шансов 10-0 и досрочная победа Ирины. Правильный настрой, установки тренера и поддержка родных. Все это, отмечая чемпионка, сыграла свою роль. У меня, если честно, после каждой схватки были нереальные эмоции. У меня было, наверное, на 10-м небе счастье. Ну, то есть я выполнила, я выложилась по полной и ощутила ту грань, которую вот я уже перешла, вот переступила. Что я смогла, я это сделала, ну, то есть мы сделали это все, ну, чей труд-то вложен. Я была очень довольна. Сера уже давным-давно вошла в топ ведущих борцов мира. Я считаю, что победить ей уже давно дано по силам. И основной упор был сделан на психологическую подготовку. И самое главное было, чтобы она поверила себя, как мне верили все остальные, и показала максимум на то, что она способна. И она это сделала. Серебро национальной сборной принес амбист Андрей Казусенок. Заслуженный мастер спорта и трехкратный чемпион мира и Европы в финальной жесткой схватке противостоял россиянину Сергею Рябову. В решающей борьбе за титул чемпиона наш земляк уступил сопернику, но своим примером показал – белорусская школа одна из сильнейших на континенте. Ко второму европейскому игру я сменил свою категорию. До этого я боролся в 100 килограмм, сменил на 90 килограмм. Конечно, сложно было сбросить 10 килограмм веса, но начал гонять заранее, поэтому где-то чуть-чуть мне не хватило до золота. Спасибо всем, кто болел. Это чувствовалось. Первая схватка была, потом вторая схватка была. Он две схватки выиграл, но из-за золота он проиграл россиянину. Но, конечно, зал весь громахал. Мы тоже кричали. Еще один представитель сборной из Бобруйска самбист Владислав Бурть положил в копилку Беларуси бронзовую медаль. Поединки за третье место спортсмен одолел представителя Турции Эмре Челика. Волнение до старта. Как только началась борьба, первую схватку он боролся со спортсменом из Азербайджана, страна, в которой самбо тоже на высочайшем уровне. И когда эту схватку он выиграл, ну, как-то немножко так отлегло, понимая, что он готов к старту и, в общем-то, с призовым местом будет. А вот бронзового призера по гребле на байдарке-одиночке Дмитрия Третьякова в Бобруйске в родной спортивной школе встречали аплодисментами. В плотном графике мужчина нашел время, чтобы посетить березину и пообщаться с тренерами и юными воспитанниками. Именно отсюда атлет начинал свою спортивную карьеру и сделал первые успехи. Все началось 15 лет назад с простой любви к водной стихии. Дом возле реки тянуло к природе. И стихия – это самая мощная стихия, в которой может быть эта вода. Вот, видимо, с этим что-то связано. Сила, выносливость. Это гребля, это красота. Просто стоит прийти, посмотреть на природу, уже хочется заниматься. На мультиспортивном форуме Дмитрий Третьяков преодолел дистанцию в 200 метров. Его результат – 39,351 секунды и третье место вторых европейских игр. Бабричане наступил французу Максиму Бамону и венгру Балашу Биркасу. Но все же такого достижения в этой олимпийской дисциплине у белорусов не было уже 20 лет. Вы видите и здесь, как я чувствую. А у родителей это тем более дважды, трижды, когда твой ребенок становится гордостью всей республики. Не только мы гордимся, но и вся страна, вся республика гордится этим. Поэтому переполняют эмоции. Еще одна воспитанница Березины, Надежда Макарченко, завоевала серебро в гребле на Каноэ. Со своей коллегой Ольгой Климовой в двойке на 500 метров спортсменки уступили соперницам из Венгрии. Мы очень рады, что внесли вклад в развитие Бабричской гребли. И мы желаем удачи всем спортсменам, всему подрастающему поколению. И желаем им стать только чемпионами. В медальном зачете вторых европейских игр наша страна уверенно заняла вторую строчку. В активе белорусской сборной 69 медалей, 24 золота, 16 серебра и 29 бронзы. Этот огромный вклад спортсменов отметил президент Александр Лукашенко. Пока атлеты восстанавливаются и готовятся к очередным стартам. Следующий большой трамплин – Олимпийские игры в Токио 2020. Людмила Любимцева, Андрей Богдан. Итоги недели.